Еще признан аварийный комитет кэчу. Но наша администрация сняла аварийность. На каком постановлении нам документы не дали. Мы все этим интересовались. Стали собирать наш капремон. В 2012 году рухнула стена. Они ее восстановили. Приехал сам Радаев. Ходил здесь, по-моему, Радаев был. Радаев тогда же был в 2012 году. Он приехал и сказал, жители, потерпите. Два года мы вас переселим. Потому что строители, которые делали, комиссия была. 75% износ, дом плывет. Но, извините, до сих пор мы здесь живем. То есть это осушение, оно как бы было? Оно было еще в 2012 году, да. В прошлом году, летом, управляющая компания привезла комиссию. Обследовали крышу. Сказали, вам нужно срочно ремонтировать крышу. Так как крыша в ужасном состоянии. Она в любой момент рухнет. Мы им сказали, что нам не нужно ремонтировать крышу. Потому что мы не потянем. Ищите спонсоров, они сказали, что мы такую сумму не потянем. От капремонтов домов мы с нас сняли в 2018 году. Но в 2018 году, когда была повторная комиссия, наш дом аварийным не признали. Всего только 60% износа. Мы собрали срочно заявление. Попали на прием к самому Стрелюхину. Стрелюхин сказал, разбирайтесь. В 2018 году, в декабре, его признали аварийным. Все. Но в программу до 17-го года, как получается, мы не попали. Из-за того, что ингельская администрация на каком основании сняла аварийность нашего дома, мы не знаем до сих пор. А вот сейчас вы дома были? Дома. Мы дома. Я не слышала, потому что я живу во втором подъезде. Мне постучали в дверь, я услышала грохот, вышла я сама. А получилось, как Тюрина Ирина с третьего этажа спускалась на работу. Хорошо, что она спустилась с третьего этажа в пролет между вторым и третьим. Вот так вот произошло. А вот у вас как зовут? Татьяна Александровна. А у меня? Мухина. И вы получает старшая по дому? Ну, я, да. Я старшая у нас в Язовских, но так как она уехала, я сейчас. Все документы по дому, все заявления, все наши просьбы, все требования, все у меня. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, а вот сейчас вас не пускают в дом? Да. А сколько это все продлится? Сказали до вечера точно. Пока не приедет комиссия. Какая комиссия, не знаю. Ну, спасибо, хоть 15-й школе нас накормили. А кто там питание организовал? Не знаю, ничего не могу сказать. А что дают? Первое, второе и компот. То есть до вечера вы на улице будете? Сказали, через полтора часа еще привезут питание. До вечера мы будем на улице. А что говорят? Будут восстанавливать или вас расселять? Ничего не скажут. Сказали, третий подъезд точно расселять. Взяли у меня все данные, все, кто там живет. А про нас пока ничего не сказали. Спасибо.